На тренировки в Сочи футболисты Волгаря приехали после отпуска. Нынешний сбор так называемый «втягивающий». Волгарь на курорт приехал в расширенном составе. С основой приехали и футболисты из молодежной команды Астрахани, за счет которых, возможно, будет усилен основной состав. Есть позиции, которые нужно уплотнить. Не то что усилить, а уплотнить и повысить конкуренцию. Поэтому приглашили группу ребят, за которыми следили в течение сезона. Это футболисты вторых дивизионов. На сборах в Сочи, кстати, сюда клуб приезжает уже в четвертый раз. Футболистов будут приводить в нужную физическую форму. Как отмечают тренеры и сами спортсмены, на базе в Сочи для этого есть все. Хорошие тренажерные залы, игровое поле, восстановительный центр. Первые дни мы приехали сюда, удивились, что в Сочи снег. Но сейчас, слава богу, наладилось все. Поэтому все здорово, работаем в хорошем режиме. И все рады, что вернулись с отпуска и делаем любимое дело. Сейчас в национальной футбольной лиге, в которой играют астраханцы, перерыв. Весенняя часть турнира стартует в марте. Пока подопечные Юрия Газаева занимают восьмую строчку в турнирной таблице. Задачи на предстоящий сезон занять лидирующие позиции не стоит. Цель у дебютантов закрепиться в престижной лиге. В Сочи белоголубые будут не только тренироваться. Здесь они проведут две контрольных игры. Товарищеские матчи с командой Югспорта и городским клубом Сочи. Которые, кстати, несмотря на разный уровень, в один из сборов одолели астраханцев. Но здесь победа не главная, отмечают тренеры. Важно втянуться в сезон и не получить ненужных травм. В Сочи Волгарь пробудет до 19 января. После на базу Югспорт заедут еще три футбольных клуба. Участники национальной лиги Балтика и Тюмень. И лидер второго дивизиона Воронежский факел.